Народжение от воды и духа православные верники отзначили одно из наиважнейших христианских святов – водохрыща. На баженствы пройшли у храмах и церквах Гомельской области. У делу их приняли тысячи же хоров региону. У Тымлику и наша здымочная группа. У дворы Кафедрального Петропавловского собора на водохрыща за все дышмат людным. Но в этот день православные христиане вспоминают евангельскую падею – хрящение Иисуса Христа ураце Иордан. Личится, что освеченная на водохрыща вода набывает гаючая уластивость и заховывает их на долгий час. У Гомеля сотни верников пришли, как набрать освеченной воды. И именно в этот день, почему наберешь, в любой день набираешь, и чистая вода, там, с крана или где-то, она испортится или еще что-то. А это может стоять и годы, и больше. Она имеет божественную силу, она оздоравливает, помогает верить в Бога и во все хорошее. Это очень святой праздник, очень святой праздник. Это же крестит нашего Иисуса Христа, который дает жизнь, продолжение жизни. Это самое главное. Святошные набоженства сегодня проходили во всех храмах и церквах Гомельской области. После службы у Кафедральном соборе святых Петра и Павла верники разом со святарами пройшли хрестным ходом по киевским спуску до набережной Сожа. Узначали у шести архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Уладыка освятил воду у Иордании. И сегодня мы с вами освящаем воду, воду особую, воду для жизни вечной, чтобы человек, принимая ее и пользуясь ей, имел духовные богатства, имел глубокую веру, имел крепкое здравие, имел в своем сердце любовь к ближним. И эта любовь, божественная, побеждающая все, будет приносить человеку радость. Радость ему, радость его семье, радость и мир в нашем государстве. После освящения гомельчане почали окунаться в воду хрестшинскую полонку. Дорога на дворе сприяла водным процедурам. Яркое солнце и комфортный минус. Я бы не сказал, что холодное, так легкое покалывание. Я уже не первый раз ныряю, мне это нравится. Я никогда не болею. Ну и желаю всем здоровья. Дорога, как зимовое купание не пошкодило здоровью для полонок дежурили медики и воротовальники. Согреться можно было у специально усталеванных палатках. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».